На 777 пригодим всему Ну, надо честно сказать, что мы все-таки гадаем, но не на кофейной гуще, но тем не менее все равно никакой объективной информации о том, что происходит там в недрах этой мафиозной структуры, у нас нет объективной информации. Мы можем оценивать какие-то внешние факторы и пытаться создать мало-мальски целостную картину происходящего. Во-первых, совершенно очевидно, что вброшенная новость генерала СВР, Соловей, она как бы не появляется на пустом месте. Проблемы со здоровьем Путина есть. Мы не знаем, какие, но они были, они есть. Путина, безусловно, есть двойники. Это уже, мне кажется, было доказано неоднократно. И там японцы делали какую-то там компьютерную графику, и видно, что он появлялся в разных местах. Алгоритм поведения совершенно разный, там, ну там от часов не на той руке до, в общем, человека, который там сидит за столом в 30 метров, и тот, кто там готов обниматься там со всеми на улицах, там, оккупированного Мариуполя или где-нибудь что-то там на Кавказе. Но, тем не менее, это все как бы, это одна история, часть истории, а умер это совсем другая часть истории. Это уже немножко, немножко иной поворот. Мне кажется, важно отметить, что такая новость появилась. То, что мы знаем, она появилась. Ее вбросили серьезные люди. Потому что, если человек, который вбрасывает такую новость, до сих пор жив, это значит, что он, ну, либо Путин умер, либо есть предположение, что эта новость неправдива, то это означает, что за ней стоят очень серьезные политические силы. То есть, кому-то хочется считать, что Путин умер. И это совсем не журналисты с какого-то там Ютьюба. Я бы считал, опять, это, конечно, область спекуляции, что те, кто вбросил эту новость, они принадлежат к тому же, как бы, крылу путинского мафиозного режима, что и покойный Пригожий. Вероятно, покойный Пригожий, надо говорить, потому что кто-то знает. Слухи тоже ходят. Может, надо в Африке сделать пластическую операцию. Заметьте, все время мы, как говорится, подвергаем сомнению какие-то вещи. То ли они живы, то ли они не живы, то ли взорвались, то ли в морозильнике лежат. Ну, так, и жизненькие, знаете. Вот. Но очевидно совершенно, что внутри путинского режима есть мощная группировка, считающая, что война в Украине невыгодна. Не потому что у них есть проблема убивать украинцев или еще кого-то, крымских татар или там сирийцев, а ровно потому, что она невыгодна экономически. Вот был большой бизнес на сотни миллиардов, может, триллионы долларов. И что-то все это сейчас начало как-то идти на перекосяк. И совершенно очевидно, что Путин в этой истории играет, с их точки зрения, негативную роль. Поэтому он и умер. Вот пока в таком виртуальном пространстве. Что там происходит сейчас, на самом деле, сказать трудно. Все-таки, ну, я с трудом могу представить, что это реально двойник. Но я бы не считал, что это совсем уж безумная идея. Потому что есть же и те силы, которые хотели продолжать войну. Кстати, заметим, что если следовать логике, которые нам навязывают, что партия войны – это Патрушев, то мы видим в последнее время, последние как раз 10 дней, после вот этой новости, резкое укрепление Патрушева, который взял на себя функции, которые обычно брал Путин. Рассказывают про то, что надо сделать с украинцами, ликвидировать там украинские фашисты. Ну и так далее. В общем, весь путинский набор озвучил Патрушев. То есть, в новости же вот этого генерала СВР содержался важный абзац, последний. Государственный переворот, организованный Патрушев. То есть, опять, мы замечаем, что есть какие-то индикаторы, указывающие на то, что эта новость, опять, не высосана из пальцев. Но дальше продолжать бессмысленно, потому что, ну, вот на что мы знаем? Очевидно, что они пока в состоянии держать информацию внутри. Но раз новость прошла, и раз генерал СВР, и, скорее всего, у тебя болели соловья одно и то же лицо, ну, а может быть, там группа людей, я не знаю, как это работает, продолжает на этом настаивать. И более того, он живет в Москве. В интервью Гордона он сказал, что у меня нет проблем, потому что за мной стоит очень влиятельная, могущественная организация. Можно догадаться, какая. И то, что он пока чувствует себя довольно комфортабельно, означает, что идет борьба за власть. И в этой борьбе за власть возможно все, включая вот такие вбросы. Ну, в конце концов, бесконечно это скрывать нельзя. По большому счету, все равно, как говорится, судьба и Украины, и России решается на поле боя. И мы видим, что даже если такая ситуация происходит, если такое случается, и Путин действительно переходит в мир иной, то есть двойники, есть те, кому хочется войну продолжать. Поэтому нужно всем делать все возможное для приближения украинской победы. Продолжение следует...